Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с архитектурой, историей, святынями, наверное, самого молодого храма Ярославля. Он освящен в честь Никиты Мученика в 1905 году, но место это намоленное, первый храм в честь Сретения Господня, здесь построен в 1670 году. Но еще его называют самым интеллигентным, поскольку прихожане, люди известны не только в Ярославле, но и во всем мире. Здание выстроено в русском стиле. В начале 20 века он был одним из самых популярных. Многие из его особенностей мы видим на фасаде. Это и келевидные завершения окон, и кокошники, и колонны кубышки, и уступчатые карнизы. Сретенская церковь, стоявшая на этом месте с 17 века, к началу 20-го перестала вмещать верующих, слишком малы были размеры. И тогда прихожане всем миром решили перестроить летнюю в зимнюю. Но Ярославская архивная комиссия противилась. Тогда начали строить более просторную церковь поверх старой. И за время возведения здания службы не прекращались. От храма 17 века остались алтарь и иконостас. До 96-го года здание располагался лицопильный цех. Храм великомученика Никиты в нынешнее время в этом смысле очень знаковый, потому что без бед не бывает побед. Таким ярким символом и божьих побед, и человеческих побед является именно мученичество. Вот на престоле каждого храма есть такой вот неотъемлемый атрибут храмового служения – антиминс. Такой плат. Внутри этого антиминса находится обязательно частичка мощей мучеников. Именно мучеников. Потому что кровью мучеников, страни мучеников, исповеданием мучеников стоит наша церковь. Если бы этого не было, ну, соответственно, не было бы ничего и в нашей вере. Потому что если мы за это отдаем жизнь, значит, это нечто существенное. Один из наших прихожан – Глеб, командир зенитного расчета, закончивший наше училище. Наш прихожанин, воевавший под Херсоном, защищавший вот тот самый мост под Херсоном, такой очень известный. Он остался из расчета единственных живых и подарил нашему храму икону Никиты Великомученика. Отец принес прямо ее 28 сентября в наш храмовый праздник. Среди прихожан этого храма есть поистине удивительные люди. Марине Антоновне, 93. Урожденная княгиня Апраксиной из Киева девочкой была угнана в Германию. Видела встречу на Эльбе, а в Ярославле учила детей музыки. Войну помнит прекрасно. Сначала в госпитале работали, а потом на заводе, который наши вывозили. И там, во-первых, все молодые, все это. И по вечерам, по воскресеньям часто ходили на танцы в клуб. Потом самодеятельность там была для, вот уже для наших. Половина храма была закрыта, стоял, очень близко стоял иконостас. В общем, был ремонт. И на храм даже было не очень похоже, но почему-то нам здесь сразу показалось, что мы дома. То, что случились встречи с отцом Игорем Клоковым, например, это очень важно. Это было очень серьезно. И это то, что нас, видимо, здесь уже так укрепило и удержало. Наше общение с ним, наша тоже дружба. И его такое сердечное участие в жизни и храма, и вообще всех людей, и нас в том числе. И она как-то очень сильно нас привязала к этому месту. Я очень хочу сказать добрые слова про отца Алексея Силантьева. Мне кажется, это человек, который на своем месте. Из знаковых таких событий нашего храма – это отпевание местоблюстителей Патриаршего престола, митрополита Агафангела, который был захоронен на Леонтьевском храме, но отпевался именно в храме Никиты Мученика. Так что вот такое знаменательное событие в начале 20 века посетило наш храм. И молитвами митрополита Агафангела мы, как бы сказать, и существуем, помним, поминаем его обязательно. Митрополит Агафангел был прославлен как священный исповедник в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. На территории было несколько храмов. Фото 1918 года сохранило облик храма Архангела Михаила на другой фотографии прошлого века. Мы видим, как ярославцы разбирают этот храм. Это случилось в 1927 году. Спустя почти 100 лет храм восстановили. Мы своими собственными трудами этот храм постарались возродить. Вот все, что вы здесь видите, это сделано трудами нашего прихода, потому что на нашем приходе замечательные, очень творческие люди. Мы никого со стороны даже не привлекали. Иконы, которые вот сейчас в производстве находятся, которые вы видите, были написаны в память о разных людях, прошедшие через серьезные испытания онкологии, потому что за нашим храмом, великомученики Никиты, закреплена еще и онкологическая больница. И вот на протяжении лет 15, и, наверное, даже больше, наш храм окормляет эту больницу. Много лет работает воскресная школа. Здесь ставят спектакли, проводят праздники, все вместе организуют концерты. Масленица, Рождество, Пасха. Собирают вместе детей, родителей и священство. Достопримечательность Никитского ансамбля – колокольня 17 века. Ярусы которой были украшены угловыми главками из белого камня. Их сняли в конце 19 столетия. Высокая колокольня считалась началом координат для геодезических съемок в Ярославле. Находилась под строжащей охраной и поэтому сносу не подлежала. Наше телевизионное паломничество закончилось. Встретимся в новых сериях документального проекта городского телеканала «Храма Ярославля». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова